Будущее невозможно без прошлого. К сожалению, история хранит в себе немало черных страниц. Сегодня, 11 апреля, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Во времена Второй мировой войны через нацистские фабрики смерти прошли более 20 миллионов человек. Из них 12 миллионов не дожили до освобождения. Мы чтим память погибших и преклоняемся перед стойкостью и силой духа людей, которым пришлось пережить страшные испытания. Бывшие узники концлагерей живут и в городе Лабытнанге. В их числе Галина Петровна Богатырева. С ней сегодня встретилась моя коллега Ирина Волокитина. 77 лет прошло с тех пор, как дом Галины Петровны Богатыревой оказался на линии фронта. Бой в Краснодарской станице тогда закончился отступлением советской армии. Она с семьей, как и прочие селяне, попала в плен к фашистам. Ну, нас погнали дальше до Евпатории. Там мы сидели, а родители наши копали им окопы. Они нам бросали и кошек, и собак, чтобы мы ели. Много помирало. Как Лену показывали с табелями. Вот мы там были. С табелями зайдут и на кучу ложат. В фашистском концлагере Галя Богатырева провела полгода. Но 11-летняя девочка вдоволь хлебнула горе с заключенными там людьми. Так они выбирали евреев и кидали в колодец. Полные колодца набивали евреи. Как они знали, кто его знает. Ну, так наши отбили. То, что пленники, попавшие в такие жирного смерти, выживали – настоящее чудо. Над ними проводили опыты, нещадно эксплуатировали, сжигали заживо. В годы войны на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 11 тысяч лагерей, гетто и тюрем. Людей заключали под стражу по религиозным, национальным, политическим, расовым, социальным признакам. Это первая война, которая велась именно на уничтожение, и где геноцид использовался как официальное орудие уничтожения. И да, действительно, за годы Второй мировой войны через нацистские концлагеря прошло, по-моему, около 20 миллионов человек, из которых 5 миллионов – это граждане Советского Союза. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей – трагичная дата. Рассказывает школьникам учитель истории Александр Смирнов. Мы должны помнить и осознавать – нельзя допустить, чтобы подобное повторилось вновь. Дети, мирные жители, старики, женщины, которые не были участниками военных действий, все-таки концлагеря были в первую очередь в том числе и для них. Поэтому, естественно, нужно воспитывать гуманизм, нужно воспитывать человеческое отношение к другу. Люди, которые пережили Холокост, не растеряли душевной теплоты, говорит начальник отдела управления по труду и социальной защиты населения Марина Кравченко. В свою очередь государство социально поддерживает такую категорию граждан. Им предоставлен бесплатный проезд в транспорте, оздоровление в санаториях, определены льготы на жилищно-коммунальные услуги, назначены ежемесячные денежные выплаты. С 2019 года бывшим несовершеннолетним узником фашизма установлена новая окружная мера социальной поддержки. Это единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения в размере 100 тысяч рублей. Выплата производится один раз в пять лет при соблюдении определенных условий. Надо сказать, что выплату на проведение ремонта жилого помещения в настоящее время получили уже три бывших несовершеннолетних узника. Главное, в чем нуждаются пожилые люди, это наше внимание. Им очень важно знать, что они не оказались за бортом жизни, что они по-прежнему нужны обществу. Малолетняя узница фашистского концлагеря Галина Петровна Богатырева всегда готова рассказывать о своем военном детстве и о той тяжелой участи, которая выпала на долю ее современников.